Средства, заложенные в тарифах, должны расходоваться и на повышение качества коммунальных услуг. В рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций во многих муниципалитетах модернизированы объекты ЖКХ. Это отразилось на уменьшении аварийных ситуаций, снижаются потери горячей воды и электричества. Из Ибресь, где решили проблему дефицита тепла, репортаж моего коллеги Дмитрия Ковалева. Эффект от новых водогрейных котлов жители муниципалитета оценили сразу. Зимой практически не было аварий на теплотрассах. Снизились объемы потребляемого газа. Каждая котельная по 1,2 мегаватта мощности. Естественно, новые котельные автоматизированы. Они с учетом условий наружного воздуха, температуры наружного воздуха, сами автоматически регулируют подачу тепла в многоквартирные дома. Вот эта котельная, которую мы сейчас видим, она была опущена в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Тепло от новых водогрейных систем получают более 30 многоквартирных домов. Старая котельная такой нагрузки не выдерживала. Что называется, почувствовать разницу. Вот новые котлы, которые работают полностью в автоматическом режиме. Эти котлы уже давно исчерпали свой ресурс. Они давали большие потери тепла. Здание закрыто, опломбировано. В ближайшее время его планируют снести. В рамках инвестиционной программы в Эбресях установили новые котлы, заменили коммуникации и газопровод. Модернизация коммунальной инфраструктуры назрела давно. И если ничего не предпринимать, то потери тепла продолжали бы увеличиваться. Так и росли долги за услуги ЖКХ. Благодаря средствам, заложенным в тарифах, должен последовать экономический эффект. Население ощутило, в первую очередь, это стало в квартирах теплее. Мы не говорим о повышении тарифов, но тепло в первую очередь, оно есть. Здесь у нас в этом микро-районе работает социальное учреждение. Это вторая школа номер два поселка Эбреси, где более 300 детей обучается. И главное население. За два года мы в этом микро-районе запущим два-три модульных котельных. Тарифы они повысились не только у нас в поселке Эбреси. Тарифы в целом повысились они по всей Российской Федерации. И мы в рамках этого продерживаемся тех предельных уровней, которые правительство у нас довело от цифры. Куда именно расходуются средства в рамках инвестиционных программ, мониторят в госслужбе по конкурентной политике и тарифам. Мы как регулятор службы по тарифам осуществляем региональный контроль за соблюдением национообразования в сфере состояния коммунальной сферы, от которой зависит и качество предоставляемых коммунальных услуг. Хотелось бы отметить, что в 2022 году на инвестиционную деятельность регулируемых организаций объем финансирования у нас идет порядка миллиарда 300 миллионов рублей. Сфера теплоснабжения это 148 миллионов рублей. Что касается электроснабжения, то это 868 миллионов рублей. Расходовать электроэнергию экономно помогают умные счетчики. Также были отремонтированы подстанции. Рост тарифной сетки в прошлом декабря в госслужбе называют обоснованным. Действует он до июля 2024 года, безусловно, обоснован, потому что все те составляющие, которые заложены в тарифе, и вот как раз вот инвестсоставляющая, показывает тот объем мероприятий, которые, во-первых, согласуются с профильными органами исполнительной власти и заложены в тарифе, и, безусловно, идут на улучшение качества предоставления коммунальных услуг. Инвестиционная программа продолжится и в следующем году. В округе планируют модернизировать еще две котельные. Дмитрий Ковалев и Юрий Марков. Республика. Из поселка Ибресе.